Кисточки, гипс, краски и даже ватные палочки. В арсенале реставратора есть всевозможные инструменты для кропотливой и долгой работы. Алексей Кленчев восстанавливает скульптуру Людмилы Медведевой, дети Освенцима. Насколько я знаю, у этой скульптуры не было даже руки. Ну вот у этого мальчика рука отсутствовала, мы так ее немножко... То есть вы заново, получается, делали ее? Да, ну это называется как бы реконструкция по инерции. То есть так как у нас не было ни рисунка, ни фотографии данной вещи, то мы как бы немножко, скажем так, прикидывая, как эта рука идет, немножко как бы там по анатомии, мы ее как бы продлили. Здесь, похоже, не хватает деталей, да? Видно, что фигуры как будто бы прижимаются к какой-то невидимой проволоке или забору, и через него пытаются что-то разглядеть, как обычно изображают узников, да? Ну да. На фото мы тоже видим. То есть будете добавлять сюда? Это ограждение, колючая проволока, которая как бы заключает всех, все персонажи, вот именно они находятся за проволокой. И у скульптора была такая вот одна проволочка, которая нам уже давала представление. Да, символично, и мы планируем как бы ее установить. В художественной галерее имени Сергея Николаевича Горшина в Химках планируют открыть выставку, посвященную 75-летию Победы. Эта композиция станет одним из экспонатов. Это скульптура замечательного художника, скульптора Людмилы Александровны Медведевой. Людмила Александровна жила в нашем городе Химки, на улице Лавочкина. Она прожила здесь всю свою жизнь, но мастерская у нее была в Москве. Людмила Александровна, естественно, знала про существование нашей галереи. Она к нам иногда приходила. А в 2017 году Людмила Александровна не стала. И она завещала своей племяннице передать свое наследие нашему музею. Родственники скульптора передали галереи несколько произведений. Некоторые уже выставляются, некоторые ожидают реставрации. Эта композиция состоит из шести детских фигур. Они символизируют всех малолетних узников Освенцима, одного из самых страшных концлагерей. Скульптура гипсовая состоит из пяти частей. Вот самая основная большая часть, раз, потом вторая, третья, четвертая и пятая. То есть вот эти вот два мальчика, они существуют отдельно. И, конечно, соединять мы ее единым комплексом не собираемся. Во-первых, хранить частями гораздо удобнее, меньше места в пространстве. Ну а самое важное, что такая задумка была у самого художника. Гипотеза такая, что эта скульптура была как макет для городского памятника. Но памятник не был реализован. Собственно, вот то, что мы имеем. Главные реставрационные работы уже завершены. Алексей восстановил отбитые части скульптуры, очистил ее от частиц пыли, затонировал и укрепил основание. Правда, вот сам цвет мне не совсем понятен. То есть я понимаю, что белый гипс, он не очень, скажем так, он не выявляет рельеф. Именно вот затонированный гипс, он как бы больше работает именно на рельеф, на объем и так далее. Но, с другой стороны, если эта вещь предполагалась в конечном итоге, если ее хотели изготовить из бронзы, то, по идее, тут должно быть как бы бронзирование. Ну, то есть такое бы патинирование под бронзу. Почему скульптор выбрала для своей работы именно серый цвет, мы теперь уже никогда не узнаем. Остается лишь строй догадки. Возможно, этот ход был сделан для того, чтобы передать чувство и настроение узников концлагеря. По официальным данным, с 1941 по 1945 годы в польском Освенциме были убиты около 1 миллиона 400 тысяч человек. Юлия Куштейко, Николай Забродин, Служба новостей.